Для того, чтобы построить действительно большой грандиозный проект, нужно выполнить как минимум некоторые этапы. Об этом проекте должно знать определенное количество людей, которые просто являются слушателями и зрителями, скажем так. Также об этом должны знать специалисты, должен быть спрос сформирован на продукты, которые потребляются. И опять же, что касается спроса, он может быть абсолютно разной. Это может быть конечный продукт, это может быть компания, которая заинтересована в, скажем, приводах, моторах, то, что, в принципе, и будет необходимо. И ведь для того, чтобы все это было возможно, необходимо, чтобы разные люди, возможно, разные компании, разные подразделения занимались своей работой. И вот как раз у вас, насколько я понимаю, довольно большой рынок и довольно большая география того, где вы продвигаете интересы компании. Все правильно. Это для меня как бы границы не существует. Многие ориентируются на ту, да, вот Россия, где там Украина, да. Многие знают, что я военный летчик был. Когда я летал там, я не видел ни одной границы. Ни одной. Их нет. Вот когда спускаешься вниз, подходишь, а там другой человек стоит, вот он границу создает. Между теми конкурентами, которые называют меня конкурентом, да, возникают границы. Вот эти границы, они вот здесь, они не в другом. И если смотреть, мы развиваем технологию не только для России. Если мы хотим выйти на уровень мировых производителей, нам надо превзойти эти барьеры и работать на весь мир, а не только на одну страну. Потому что я не вижу, чтобы в России развивалась очень большая промышленность, технология. Все это идет за счет сырья. Все направлено на это. Если поднять промышленность, да, поднять свое производство, то нужно ориентироваться не на одну страну, а именно на весь мир. Вот. Поэтому эти границы нужно стирать и идти на все рынки. А Китай и Азия — это самый огромный рынок. 50 процентов всех используемых моторов в мире используется в Китае. А потом уже дальше идут по всему миру разбросаны другие проценты. Вот Россия, я даже не помню, на каком месте по количеству использования моторов. Поэтому, если мы хотим, чтобы Собольмаш получил огромное развитие, именно нужно пробивать направление Китая. И мы туда все равно выйдем. Потому что, как только мы начнем с Собольмаше производить моторы, вот именно вот этот вопрос, наверное, отвечу, не знаю, хотел бы задавать или его нет. Такое уж стремление истребительное — всегда скорость врубать. Когда я проводил все эти тесты, когда я первый раз приехал в Азию и проводил тесты в Луяне, был направлен с большой корпорацией тайвандской в Китай провести эти тесты. После положительных тестов, когда я показал мотор на автомобиле и показал, что у него разборные характеристики лучше, у него экономия лучше. Я выкладывал графики и по некоторым показателям от 25 до 36 процентов была экономия. Но возник вопрос, хорошо, мы заинтересованы, готовы ли вы продавать? Пожал плечами, сказал, ну давайте построим производство. Они говорят, мы не производим моторы, у нас производства нет моторов. Мы готовы закупить моторы. Второй вопрос. Контроллеры. Вы производите? Нет. Какие контролли? Куртис. Цена автомобиля — 3500 в Китае. Того автомобиля, где мы тестировали. Вместе с батареей. Куртис чем порезал. Наверное, видели некоторые видео, где истреблял, сжигал моторы. 50 процентов стоимости автомобиля китайского был мой мотор и контроль. Вот это и подтолкнуло меня потом тоже самое на тот же путь, что Дмитрий Александрович уже давно пытается сделать. Пока мы не начнем предлагать свою продукцию, никто к нам не придет и не захочет брать. Потому что брать нечего. Мы ничего не можем предложить. Это как раз и то же. После этих тестов я понял, что мое место именно здесь и нужно поставить свое производство. И вот это пошел. Первые поиски. Я проехал по Китаю около 16 городов и остановился в Ихайе. Потому что так сошлось. Мы познакомились с Denzel компанией и с партнерами, которые работали, захотели помочь. Первое производство пошло в 2018 году. Хотя моя первая поездка была в 2016 году. То есть еще до Solar Group я начал посещать уже в Азию. И в 2017 году уже в апреле месяца я был в Китае и тестировал в Гуяне двигатели. То есть еще до конкурентов, которые пришли в Solar Group я уже был здесь, чтобы и тестировал эти моторы. И в смысле уже после такого ответа давайте мы готовы брать ваши моторы. Вот меня и подтолкнуло на это. Хорошо. Я должен сам добиться того, чтобы эти моторы были. Ну это очень хорошее начинание. Я так полагаю, в вашем случае оно имеет конкретное продолжение. И на сегодняшний день уже есть некоторые производства, мощности, которые позволяют производить моторы даже не одного габарита, а уже довольно разные серии, которые можно подобрать для будущего транспорта и еще любых других задач. Да, но эта разница большая, потому что в Solar Group делается именно свое. То, что я называю своим, это все равно ООМ. Хотя многие производства занимаются ООМ, потому что не у всех хватает средств открыть свое производство. И почему такие средства большие требуются, чтобы открыть производство. Многие теперь столкнулись, сколько стоит открыть собственное производство. Не просто один научно-технический центр, разработчики, а производство. Стоит миллионы. Просто так приехал, взял и открыл производство за один год, невозможно. Конечно, так не бывает. Поэтому найти партнеров, кто уже производит и отдать заказ, они делают. Заключаются договоры делают. То же самое и наши мотоциклы, автомобили. Мы делаем прототип, подготавливаем все и даем. И также с моторами, один за одним. Но многие спрашивают, почему мы не делаем большие моторы. Спрос будет. Начнем делать. Шаг за шагом. Сперва был спрос на мотоциклы. Именно это 3 кВт. Меньше смысла нет. Многие уже, наверное, поняли, что асинхронные моторы в маленьком размере не котируются. Потому что размеры больше становятся. Уже в большом размере, в больших мощностях они сравниваются с магнитными моторами. И затем начинают даже превосходить. Поэтому соваться в моторы киловаттные или меньше, 500 ваттные, смысла нет. Это позиция магнитных моторов. И пусть эта ниша там и остается. Но мы там не хотим быть конкурентами. Смысла нет. Виктор, спасибо за довольно исчерпывающую информацию. И закончить наше интервью я предлагаю информацией по новостям. Потому что от вас поступало очень много интересных, собственно, новостей. Хотелось бы узнать поподробнее о электромобилях в форм-факторе пикап. Может быть, какие-то есть еще интересные подвижки, которые произошли в последнее время по направлению Таиланда. Может быть, еще какие-то другие регионы охвачены. Вот что-то такое. Может быть, даже эксклюзивное, что мы могли бы рассказать нашей аудитории. Ну, по Таиланду, в принципе, мы все рассказали. То, что вначале это были лодки с 7-киловаттными моторами. Сейчас уже 12-киловаттные моторы пошли для 112-е для лодок. Последняя поставка была связана с солнечной лодкой с мощностью солнечной панели 1,1 киловатта. Вот это где-то уже говорил или в интервью, или на вебинаре, не помню. Потому что событий очень много, много информации уже расходится. Вот. По пикапу это проект. Многие говорят, а можно уже купить? Нет. Все это проекты. Не все проекты. Много уже вошло в серию. Но когда мы открываем проект, это требуется еще доработки. Первый прототип всегда требует его испытать, найти все тонкости, где недостаточно доработано. И уже доработав, определиться полностью в дизайне, то же самое изучить спрос, что необходимо доделать. Потому что, когда прототип показывается любому партнеру, он задает свои какие-то направления, что нужно изменить и что бы он хотел видеть. Поэтому вот сейчас это все изучается. Этот автомобиль, он основа или базируется на основе Е300 автомобиля, сертифицированного в Европе. Вот. И как я говорил, в принципе, я ищу партнеров, настоящих партнеров, кто захочет этот проект совместно развивать, финансово развивать. Потому что цель сейчас поставить два мотора, то есть на каждую ось на мотору. ДА-112 это будет мощь для этого автомобиля, даже чересчур. Но этот автомобиль, я рассчитываю, будет идти, имеются спроса. Потому что, общаясь с клиентами, я получаю, потому что в горных местах электротехника просто не делится. То есть ее нет. Даже по Китаю, если ездили, смотрели, на равнинах очень много скуперов, трициклов, всего. Только горные районы начинаются, все. Электротехники нет. Ну, а это связано с тем, что применяемые технологии просто не позволяют технике в Высокогорье функционировать. Хотя бы даже как-то. А момента не хватает. А наши моторы с повышенным моментом, они как раз и проходят. Поэтому это меня и подтолкнуло на идею поставить, сделать полноприводной автомобиль. Китайцы его задумывали изначально как просто обычный такой же автомобиль. Но столкнувшись с тем, что, например, многие слышали автомобиль Пикман. Он даже есть в Москве, там его многие видели. Стандартные моторы, их 4 киловатта, не позволяют автомобилю нормально подниматься на 20% горку. Там скорости падают вообще до 20 километров в час. Просто с двумя человеками. Без всякого груза. В горных районах, Южная Америка, например, горные районы. Эти автомобили заполонили там все в шопах, то есть в магазинах автомобильных. И их больше не покупают. Люди, когда испытали, проверили, он не тянет. Он не может тянуть, не хватает мощности. Виктор, но это имеется в виду стандартный мотор на классике, на классических отмотках. Да. То есть это не наши. Наши 7 киловаттные. Тот же габарит, тот же размер, тот же вес. Но мотор не 4 киловатта, а 7 киловатт. И тот же пикман с нашим мотором идет в горке свободно. И скорости у него ограничены по редуктору. 65 километров в час. Обычный пикман с его стандартным мотором на классике. Максимальная скорость 42. Пикмана. Поэтому разница большая. И вот это направление, вот это вот пикапа, именно задумано для того, чтобы покрыть вот эти дыры, где электротранспорт просто не ездит. А чем отличается принципиально новая версия пикапа, ну скорее новая модель пикапа от того же пикман, если не брать в расчет полный привод? Ну чем отличается, дизайн сразу бросается в глаза, да? Дизайн, да, однозначно. То, что я когда начал свое движение здесь, да, многие видели, говорят, что ездишь на таком скрипучем автомобиле. У меня другого не было. Все сделать и моторы сделать, еще Теслу себе купить, чтобы на ней тестировать, ну нет возможности. Поэтому то, что есть возможность, то и было. Шаг за шагом сейчас это все увеличится, потому что тоже менталитет, все дешево и бесплатно, он не проходит везде. Потому что везде спрос растет и требуется качество. Я показываю, плавно шаг за шагом качество улучшается и дизайн изменяется. Не должны быть обрубки какие-то и странные эти мини джипы наши. Вот на этом автомобиле ты сам ездил по горам, да? У нас, когда мы его тестировали, тоже прототип был. Там мотор 112, он был на одной стороне только закреплен, на редукторе. Видел, когда газ давали, начинало его крутить. И скрип стоял, да? Ну прототип есть прототип, мы его дорабатывали тогда, да? То есть тогда еще два года, два года прошло, да? Вот он уже доработан, в серию вошел, уже закреплено все. Вот, но на прототипах оно и есть. Дорабатывается, разрабатывается, чтобы его легко было снимать. Поэтому эти моменты... Но моменты видео какой? Гора, он с разгоном идет. Мы втроем ездили, да? Я думаю, что закадрово мы постараемся подставить фрагмент видеоролика, который, собственно, снимался из этого автомобиля с воздуха. Как, собственно, он мог преодолевать эти все горы. И, конечно, видео все же не передает тот наклон градуса уклона горы и эмоции, которые испытывают пассажиры в данный момент. Потому что, в принципе, сидя в автомобиле, видишь только вот где-то горизонт. Больше ничего не видно. Гора действительно была довольно крутая. Автомобиль, ну, очень легко ее преодолевал. И мотоциклы в том числе. Ну, мотоциклу легче, он с одним пассажиром. И моторы разные. Да. Ну, поэтому двухприводной, точнее, двухмоторный, тем более с такими мощностями, он на любые горы пойдет. Потому что рассчитано, должен быть дизайн и должна быть проходимость. Вот. Это я и ставлю в первую очередь на именно… Это пройдет по рынку и будет спрос. Потому что не просто так я к этому решению подошел, потому что, общаясь с людьми, что нужно, видя, что лучше идет. Да. Почему мы пытались первые два года протолкнуть вот эти дешевые автомобили? Ну, они гремят, но дешево. Вам никому не нужно. У меня знакомые в Германии говорят, я не такой богатый, чтобы покупать дешевку. Потому что каждые полгода нужно что-то вкладывать. Купи уж один раз, доплатив двойную цену, но ты будешь 10 лет на ней ездить. Вот. Это направление должно и развиваться. Сейчас то же самое, если дальше было. По проекту мы сейчас хотим поднять проект скоростных мотоциклов. С хорошим дизайном. Сейчас пробиваем направление, потому что тоже нужно найти подходящую модель. именно уже с ДА-112С, с коробки. То есть, немножко короче, чем на автомобиле стоит мотор. Но цель побить минимум 150 км в час и разгон не более 5 секунд до 100, чтобы был. Вот если вы сейчас видели глаза нашего звукооператора, слыша эту информацию, я думаю, что первый клиент у вас уже появился. На Кикроссе ездил. Потому что мне как раз проект этот подхлестнули, именно хотели Кикрос брать. Кикрос не позволяет поставить большую батарею. Он красивый. Он скоростной, сделан на скорость. Но невозможно поставить все. То есть, места для батареи мало. И поставить 112-й тоже, он чуть побольше. Поэтому подобрать хороший дизайн, поставить в нашу действительность технику, которая будет уже мотоциклу давать настоящее чувство мотоцикла. На Кикроссе я не хотел слазить. Ты тоже не хотел слазить. На нем чувствуешь себя как на кресле. Отличается от всех этих дешевых моделей и маленьких моделей. Это уже мотоцикл. А еще больше мотоцикл. Настоящий крейсер сделать и с хорошими характеристиками. Чтобы он побил конкурентов. Чтобы уж называли конкурентом. Заслуженно. Да, действительно. Это будет очень высокая степень похвалы и оценки работы. Такие проекты, что намечаются, что ведутся сейчас. Одно еще. Не сказал. Уже находятся первые модели в производстве нового мотора ДА-132 SL. Для уже автомобилей таких как Канго, который носился по Монако, по горам. Вот там он ездил 50% с четырьмя человеками на борту. То есть машина две тонны. Вот там действительно люди некоторые не выдерживали. Кричали, высадите меня отсюда. Там только видны были горы. Это очень интересное направление. Действительно уже довольно серьезные и мощные моторы. Которые, я думаю, чисто ментально любой человек может представить в своем автомобиле. Который, собственно, используется в обычных условиях. Скажем, в той же Российской Федерации кроссовер, седан, все что угодно. То есть это действительно... Да, это уже для автомобиля. Потому что меня многие спрашивают. ДА-112. Почему я сейчас сделал ДА-112 с охлаждением? Потому что именно момента у него хватает. Мощности, у нее запас есть. Но без охлаждения мотор просто начинает перегреваться, если полностью его мощность использовать. Поэтому сделали с охлаждением и сразу спрос увеличился. Я моим партнерам показал. Вы видите, люди хотят... Больше заплатят. Но дай им то, что им нужно. Потому что хороших моторов нет. Даже в Европе большой спрос или спрос не удовлетворен именно на моторы, которые люди хотят переделать. Свои машины старые переделать. Посмотрим, как мы войдем в серийные какие-то производства. Но хочу первое сделать это. Возможность дать людям, тех, кто требует это, дать им возможность на такие автомобили. Мы сейчас как раз готовим... Этот мотор станет... Один пойдет в Россию, один станет на микроавтобус, на Судзуки. Еще один Судзуки, такой же микроавтобус. Все последние новости вы нам рассказали. Будем с нетерпением ждать следующей порции. Интересно вас, так сказать, с другой стороны нашего экрана. Потому что все-таки нас разделяют довольно многие тысячи километров. Но я надеюсь, что это не помешает нам получить всю информацию из первых уст и быть в курсе происходящего. Спасибо вам большое, Виктор. Спасибо тоже за внимание. И до новых встреч в эфире.